Еще один проект, в котором я работал, тут как бы уже большой разницы нету, но и большая разница, самая большая, вот этот Apache и MESOS, Apache и MESOS это как бы уже абстракция, абстракция облака, то есть вы уже работаете как бы не с отдельными серверами, а с каким-то интерфейсом или абстракцией, почему это хорошо? Потому что вы просто не знаете, каким облаком пользуетесь, то есть в принципе вы можете пользоваться двумя или триня облаками, то есть не только компания Amazon, там Google, у вас могут быть не физические сервера, вот, и все это идет через такую абстракцию, такой интерфейс, называется Zompatch MESOS, вот, и как бы пользователи, ну программисты, они как бы даже не знают, каким облаком пользуются. Вот, ну какие вот, какие тренды здесь, значит, практически на данном этапе, вот, ну, во-первых, программируемая инфраструктура, вот, то есть ваша вся инфраструктура может быть запрограммирована, такие интерфейсы, как Chef позволяет это сделать, почему это важно, потому что, ну, вы можете, ваш, напущите в копию, вашу инфраструктуру быстро запустить в облаке, протестировать какие-то, какие-то параметры, вот, и это все убрать, потому что в облаке вы платите по часам, вот, то есть если вы можете поднять копию всего вашего, всей вашей инфраструктуры, протестировать, и тут же ее убрать, вот, за нескольких часов, вот. Контейнеры, ну, это как бы система, допустим, докер, докер, это вам упрощает работу, запуск ваших серверных приложений, то есть вы уже, как бы, работаете не с виртуальной машиной, а с контейнером, контейнер просто позволяет вам не заботиться о операционной системе. Ну, и в конце концов, вот, операционная система дата-центра, я уже упомянул, что такое Apache MESOS, это абстракция, значит, абстракция на, абстракция оборота. Вот, ну, у меня, у меня все, если вот есть вопросы, комментарии, то, пожалуйста, задавайте, и дальше вот мой почтовый адрес, если есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, что можете мне поставить инструменты почтно. Вопросы есть? Скажите, пожалуйста, какие-нибудь, в общем, следующие этапы войны с вирусом области, такие системы, как с Amazon, у тебя предвидится что-нибудь в будущем, или это просто будет расширяться, масштабироваться, из-за чего пока не видно нового? Ну, пока что, значит, проект, как бы, вот таких вот больших инноваций не видно, но пока не видно нового, как вы видите, Amazon все больше и больше разрастается. Естественно, есть конкуренция между облаками, поэтому, поэтому, значит, цена, цены, как бы, падают. Потом, ну, они, Amazon добавляет новые и новые, значит, функции в свое облако. То есть, сейчас у них вообще, ну, полно разных функций. Раньше, как бы, ну, изначально там их совсем немного было, вот. И, значит, вы можете, как бы, они сейчас упрощают работу с такими сложными системами, как Elasticsearch или, допустим, ну, система такого типа, или, значит, Apache Spark. То есть, вы можете поднимать пластеры, допустим, Elasticsearch, и, как бы, у них, то есть, они автоматически его контекурируют для вас. Да, вот еще вопрос. Значит, лет 15 назад я читал статью, которая написана с сотрудниками Google, где они, значит, объясняли, что Google использует для своих внутренних компьютеров, значит, большую коллекцию дешевых, менее надежных компьютеров. То есть, типа, до этого, типа, 25 лет назад ставилось малое количество дорогих серверов, а они стали ставить большое количество дешевых серверов. Они сделали анализ, что дешевле просто использовать сервер, даже если они часто ломаются, и просто их вот часто обновлять и строить их, значит, десятки тысяч компьютеров в такое вот облако таким образом. То есть, как вот с тех пор развирать фирософия, то есть, как вот, какое дальнейшее направление этой мысли, то есть, оставит ли сейчас большое количество дешевых процессоров, а не меньшее количество дорогих, а также используют ли для них какие-либо специальные, значит, рейсики, в качестве, ну, для быстрой связи между ними. То есть, как выглядит аппаратная институтация? Ну, вы знаете, в смысле, значит, какие, значит, какие, значит, они действительно серверы используют в своем облаке, я точно не знаю. Я знаю, что у них, как бы, модифицированные версии всех этих серверов, у них даже своя версия Linux есть, потому что, ну, как бы, они для ее модифицированы для своих целей, как, значит, они, значит, они, действительно, как часто заменяют эти сервера, я сам точно не знаю. То есть, для вас, вот, с того вот блока, как вы смотрите, это все некая, значит, аппаратная абстракция, вы, значит, оптимизируете на уровне... Да, да, конечно, то есть, вы, когда создаете, значит, запрашиваете новый сервер, он даже не сервер, называется, а instance, ну, как по-русски. Да, да, экземпляр. Что? Экземпляр. Экземпляр, да? То есть, вы запрашиваете новый экземпляр, и когда вы запрашиваете новый экземпляр, то вы задаете, значит, сколько вам нужно процессора, сколько памяти, сколько диска, и у вас тут же появляется этот экземпляр, а физический экземпляр может делить физический компьютер с 5 или 10-другими экземпляров. Скажите, пожалуйста, несколько лет назад я читал, что в облаке Амазон несколько меньше миллиона ядер. А вот на сегодняшний день вы не знаете, сколько там этих самых? Ну, знаете, это я точно не знаю, но по количеству дата-центров, когда я начинал там... Ну, я помню этот дата-центр. То есть изначально у них только как бы практически два региона было, а сейчас уже намного больше. Вот сколько, я не знаю, то есть когда-то я читал, не так давно, что у куклы уже один миллион ядер. Ну, Амазон, наверное, приближается тоже к этому количеству. А почему это не Амфу, а Россию, Январь? Своим дыматом. А... А... А вам это просто сказать, ну, во-первых, мне кажется, тут в России немножко другие законы. Вот, поэтому компании, здесь есть собственные компании типа Яндекса, которые надеются эти функции. Ну, ребята, давайте тогда лектора поблагодарим за эти функции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лекция, да, специфическое такое направление, да? Я в Северах ничего не понимаю. АПЛОДИСМЕНТЫ